Дорогие друзья, любой ритуал, любое действие, связанное с миром мертвых, очень опасно и несет в себе большую опасность и может забрать энергию, иногда и жизнь. Однако, непосвященным людям можно обратиться за советом и помощью к родным духам, душам родных людей. Есть очень много ритуалов и заговоров магии, связанных с миром мертвых, где находится родная душа. То есть обращение к родным душам, к предкам, к силе рода. Ты что ж такое, оживился весь дом. Не могу говорить, прям ходьба повсюду. И эти ритуалы, они безопасны только для человека, который связан по крови с этими покойными душами. Или по духовной связи. Однако призывать даже покойного мужа, скажем, для каких-то своих дел и для помощи, весьма опасно. Легче и правильнее призывать свою мать или бабушку, или отца, неважно, кто по крови тебе родной. Вот больше права человек имеет призывать и попросить помощь той души, которая по крови связана. То есть души, которые идут по роду человека. Простому человеку обращаться туда нельзя. Я много раз вас предупреждала. И предупреждаю сейчас, что всякие манипуляции, обращения, всякие ритуалы, связанные с миром духов, миром мертвых, вообще, всякие ритуалы, связанные с магией, они опасны, несут очень большую опасность для вас. И поэтому не следует злоупотреблять, не следует вообще трогать эти силы. Однако сейчас я хочу подарить простым людям ритуал, который для них жизненно необходим. Если бы это было не так, я бы вам не подарила. Если бы это было опасно, я бы вам не подарила. Этот ритуал простой человек может совершить только шесть раз за год. То есть только шесть раз можно обратиться за год в самых сложных, страшных ситуациях, не больше. Это не означает, что вы обязаны шесть раз обращаться. Нет, вы можете один раз в жизни обратиться и больше вам этого не понадобиться. Но если вы хотите узнать, сколько раз можно обратиться к родным силам и духам, и они вам помогут, я вам говорю, шесть раз, не больше, за год вы имеете право обратиться и попросить, чтобы пустили к вам родную душу, которая придет, вам посоветует и поможет. А теперь я объясняю, как это делается. Берете обычную восковую свечу, можно церковную, без разницы. Я почему говорю, можно церковную, потому что я не зацикливаюсь на этом всем, поскольку в церкви нет той силы и нет того благословения, которое некоторые поют дифирамбой. И поэтому для меня церковная свеча – это обычная восковая свеча, и не более того. Берете свечу, наливаете рюмку водки, видите, сверху ложите хлеб. После ритуала, после всего, что начитали, свечу можно задуть, можно пальчиками, чтобы ночью она не горела. Утром проснетесь, когда, поставьте это на подоконник, рюмку водки с хлебом. Хлеб пускай черствеет, водка пусть закончится, то есть улетучится. Только тогда имейте право хлеб выкинуть птичкам или оставить где-нибудь, потому что на улицу вынести неважно, в мусорку не кидайте. А рюмку можете убрать и пользоваться дальше, как всегда. Это не имеет никакого же значения. И утром обязательно зажгите эту свечу, пусть она догорит до конца. Зачем вам нужен этот ритуал? В жизни бывают такие ситуации, когда у вас не хватает больше сил терпеть, выносить. Вы хотите получить ответ во сне, либо помощь. И предки, духи предков, вы знаете, у потустороннего мира есть определенные законы. Они не имеют права приходить без просьбы человека. Те, которые приходят и бродят, это неупокоенные души. Про них мы говорили, еще раз поговорим более подробно. Но это не те души, которые нам нужны для помощи. Они скорее призваны для кошмаров и прочих-прочих манипуляций, которых призывают колдуны и отправляют, направляют для своих дел. А вам нужно призывать дух предка. Берете фотографию умершего человека, если он у вас есть. Если нету, призывайте имя человека, который хотелось бы, чтобы он пришел. Если этого нету, если вы этого не знаете, если вы ребенок, скажем, усыновленный, вы не знаете, кто ваши родители и род ваш, да. В любом случае, вы когда это произнесете, вы когда это сделаете правильно, как я сказала, то от вашего рода кто-то, один представитель или несколько, в любом случае, сила рода придет к вам во сне и поможет вам в вашей ситуации. Начитайте вот это, после чего потушите свечу пальцами или задуйте, не имеет значения особого. Ложитесь спать. Перед сном еще раз скажите вопрос, что вы хотите спросить или попросить. Помоги мне определиться, остаться с мужем или уйти. Или дайте мне помощь, я хочу, чтобы он ушел. Что мне делать, чтобы он ушел? Как мне себя вести? Помогите мне выиграть суд. Что мне делать, чтобы выиграть суд? Или что мне делать, чтобы человек от меня отстал? Как мне это сделать? Помогите мне. Что для этого надо мне сделать? Посоветуйте. Дайте мне совет, ответ. Поверьте мне, что во сне придут люди, ваши предки, неважно кто, ваш отец или ваш друг, или ваш брат. Нет, не друг, извиняюсь. Брат, друг, это уже друг и ритуал. Ваши кровники, кровные родственники, они придут во сне и вам подскажут. Сделай его так-то, обратись туда-то. Или мы тебе поможем в этом-то. Понимаете? Или мы помогаем, или мы уберем его из твоей жизни, но ты не вмешивайся. В любом случае, я не знаю, какой у вас будет вопрос и просьба, и какой вам дадут ответ. Но они вам ответят. Сейчас вам начитаю, что нужно вам прочитать перед сном. Именно перед сном. Постарайтесь это сделать после 12 до 3 ночи. Тогда духи более активны. И ложитесь спать. Перед этим формулируйте вопрос, как я вам сказала. Не обращайте внимания, я отвлекаюсь. Почему? Потому что, когда я снимаю на кухне, как правило, очень часто вот сзади вот какие-то шуршания. В зале-то я особо не слышу, не чувствую, потому что там всегда, как бы, наши соседи сверху бесновятся по ночам, поэтому они заглушают эти звуки. А здесь постоянно они, вот, ходьба. То есть я читаю, кто-то приближается сзади. И, естественно, я отвлекаюсь, поворачиваюсь, смотреть, что это такое. Хотя я подсознательно понимаю, кто это и что это. Но в любом случае, вот, например, несколько теней, видите? Не знаю, видно, нет? Во. Ну, в общем, вот так вот. Начнем. О, сила рода, о кровь родных, о память родовая, пробудись, услышь меня. Тропой, тернистой мукой, несносной болью душевной иду к родным душам. Позвольте просить вашу помощь. О, сила вселенская, отпусти душу родную ненадолго в мой сон. Услышь меня, родная кровь, дай мне ответ. Подскажи, посоветуй, веди меня по правильной дороге. Да услышу я ответ на свой вопрос. Души родных мне в подмогу. Придите во сне, дайте мне ответ. И я последую вашему совету. Да будет так. Еще раз прочитаю. О, сила рода, о кровь родных, о память родовая, пробудись, услышь меня. Тропой, тернистой мукой, несносной болью душевной иду к родным душам. Позвольте просить вашу помощь. О, сила вселенская, отпусти душу родную ненадолго в мой сон. Услышь меня, родная кровь, дай мне ответ. Подскажи, посоветуй, веди меня по правильной дороге. Да услышу я ответ на свой вопрос. Души родных мне в подмогу. Придите во сне, дайте ответ. И я последую вашему совету. Это будет так. Еще раз напомню. Потушили пальчиками свечу. Это все оставили на столе. Пошли спать. Перед сном еще раз попросили. Сказали, ответьте мне на такой-то вопрос. Или помогите мне в этом деле. Что мне делать? Как мне быть? Четко сказали, легли спать. Они вас не придут и вам скажут. Точнее, ваши души там встретятся в астральных мирах. И скажут они вам то, что вы хотите услышать. Не бойтесь. Ничего с вами не случится. Ничего они вам не сделают. Потому что силой этого заговора вы уже показали, что вам нужна только родная кровь. И вам нужен только совет. И вы попросили Вселенную их отпустить. Если Вселенная посчитала нужным их отпустить к вам на помощь, значит, она и защитит вас от ненужных вещей, от ненужных опасностей. Не переживайте. Этот ритуал можете провести. Напоминаю, только шесть раз в году. В самых сложных ситуациях, когда вы чувствуете, что вам очень нужна их помощь и совет. Дед это будет, прадед. Узнаете вы его или не узнаете. В любом случае, это будет ваш предок. И сон у вас будет очень яркий, запоминающийся. И вам обязательно ответят во сне на то, что вы хотели бы узнать. Сделаете? Удачи вам! Продолжение следует... Удачи вам! Продолжение следует... Продолжение следует...